За первые шесть месяцев 2018 года количество перевозимых грузов в обоих направлениях по транспортному коридору Тросека составили примерно 23 миллиона тонн. Но потенциал данного коридора до конца не раскрыт. Об этом в интервью телеканалу CBC сообщил национальный секретарь Азербайджана в Межправительственной комиссии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия Акиф Мустафаев. По его словам, на данный момент из Китая транспортируется 60 миллионов контейнеров в год, которые преимущественно отправляются морским путём, а также по так называемому Северному пути через Россию. Но транспортный коридор Тросека способен сократить время перевозки грузов от трёх до пяти дней. Транзитная составляющая составляет порядка 4,5 миллиона тонн грузов. Это примерно на уровне прошлого года, то есть первого полугодия 2017 года. Но ожидается рост перевозок грузов во втором полугодии 2018 года. И причём в основном упор будет делаться на перевозку контейнерных грузов из Китая через Казахстан, Азербайджан, Каспийское море, территорию Азербайджана, Грузии, по Баку-Тубилиси-Карсу, Турции и далее в Европу. По словам Акифа Мустафаева, в Азербайджане проводятся экономические и технические реформы для увеличения транспортно-транзитных возможностей страны. Помимо транспортного пути восток-запад, страна также является активным участником в реализации транспортного коридора «Север-Юг» наряду с Ираном и Россией. По словам эксперта, реализация данного проекта зависит от экономической и политической стабильности всех стран-участниц. Так, санкции, введённые Соединёнными Штатами Америки против Ирана, отражаются на железнодорожной инфраструктуре страны, в том числе и на реализации коридора «Север-Юг». Финансирование, согласно которого иранская сторона должна была модернизировать большой участок пути от Решта до порта Бендарабас, согласно договорных обязательств, это должны выполнить западные фирмы. Итальянская фирма, немецкая фирма, голландская фирма. И за этими договорами стояли миллиардные инвестиции. Все эти договора приостановлены, и все эти компании начали уходить из Ирана под давлением санкций Соединённых Штатов. Иран является важным участником транспортного коридора «Север-Юг», и во многом от железнодорожной инфраструктуры этой страны зависит дальнейшее развитие коридора. По словам Акифы Мустафаева, перенос управления коридора «Север-Юг» на базу офиса «Тросека» в Баку может помочь избежать сложившейся ситуации, а также положительно повлиять на увеличение объёма грузопотоков в этих направлениях. Безусловно, сама координация и исполнение проектов могут финансироваться другими государствами, самими государствами, могут финансироваться международными финансовыми институтами, которые сейчас не делаются в Иране, а здесь будут делаться. Конечно, это создаст новую стему для работы коридоров. Отметим, что транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе и объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать 6 миллионов, а в дальнейшем 15-20 миллионов тонн грузов в год. Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан и Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.